Фестиваль «Сердце России» традиционно проходит в Доме культуры «Юность» 2005 года. Здесь собираются участники со всех уголков нашей необъятной Родины, чтобы поделиться со зрителем красотой и величием русского слова и русской песни, передать молодому поколению историческую духовную составляющую нашего народа. Участники фестиваля могут здесь раскрыть свои творческие способности. Не каждый может выйти на профессиональную сцену, выступить. Но вот именно посредством такого мероприятия можно выйти, показать, реализовать себя. И вообще это большая творческая лаборатория, где можно поделиться опытом, пообщаться, познакомиться. Конечно, здесь настоящие подвижники, как мы сегодня уже слышали неоднократно, русского народного творчества, той самой православной культуры, приезжают сюда с разных городов, издалека, тянутся сюда. Поэтому, наверное, вы выбрали очень точно и место, где троица Сергия Улава, где рос и духовными подвигами своими прославился Сергий Радоничский. Вот это очень правильно. И мне хочется поблагодарить действительно организаторов, членов жюри, и ребятишек, которые приезжают, взрослых. Контингент мы видим разновозрастный, но это не мешает нам. Мы видим, что это нам все близко. Вот все, что мы продолжаем делать. У нас всего 96 заявок, участников около 150 человек. Вот номинации. Номинации у нас те же номинации. Это принимают ансамбли, исполнители, авторы-исполнители и поэзия, авторская поэзия. Поэтому они у нас неизменны. Единственное, что этот фестиваль, мы больший упор сделали на патриотическую тему. Патриотическую тему и любви к своей родине, к малой родине, любви к семье. Пролог «Сердце России» подготовили хореографические ансамбли «Калинка и Солнышко», которые ежегодно родят гостей участников фестиваля народным танцем. «Калинка и Солнышко» «Калинка и Солнышко» «Наш пролог был поставлен на тему Руси. Руси изначальной. А мы хотели довести зрителей до той эпохи, которая была в то время. Но я надеюсь, что, конечно, мы постарались и донесли какую-то частичку. И пусть эта частичка останется в сердцах тех участников, которые были на сегодняшнем нашем празднике». «Был удивительный пролог. Здесь сделан очень достойно, скажем, просто профессионально достойно сделан. С хореографией великолепной, на мой взгляд, была финальная песня пролога. Гармоническая, очень интересная песня. И было поставлено очень профессионально и здорово». Праздник посетил советский российский актер Сергей Варчук. Он исполнил две песни вместе со зрительным залом. «Я бывал на разных фестивалях, и пафосных, и не пафосных. И искренне скажу, что самое теплое и самое искренне сердечное отношение это вот на таких небольших местных фестивалях, где люди действительно проявляют свою душу, выступают от души, поют, читают стихи и самовыражаются». «О любви говори, ой, гитарная струна». Каждый из участников получил диплом и памятные подарки за то, что внес свой вклад в этот праздник. В рамках фестиваля присуждались призы в таких номинациях, как «Война оставила свой след», «Любовью дорожить умейте», «О родине своей пою». «Россия-водушка, сколько дорог прошла в любви и радости, счастье свое нашла». «Та всенародная беда на город опустилась от Левитана. Каждый раз мы ждали утешения, но сводки извещали нас. Оставлены селения, ожесточенные бои, что с нашей почтальонки вошла во двор, едва стоит соседям похоронка». «Но для этого вера нужна та, что слышать Бога дана, что надежду дает, наполняет любовью сердца. Каждому из нас здесь мы, где вера нужна, только с нею в небо львется душа, размягчая застывшее сердце». «Я благодарю коллектив нашего Дома культуры. Это долгий труд. Практически, ну, не покривлю душой, если скажу, что не меньше полгода проходили различного рода мероприятия и подготовка к этому фестивалю. Благодарю от всей душе участников. Если бы не было участников, и фестиваля бы не было. Благодарю нас, зрителей, потому что не будет зрителей. И вот то, что происходит на сцене, это будет, ну, знаете как, тренировка. Благодарю всех гостей, которые приехали сегодня порадоваться с нами, поддержать нас». Дарья Пегушина, Михаил Жучков, День города.